Никто не забыт, ничто не забыто. Ежегодно 9 мая тысячи людей выходят на центральные улицы и площади городов с фотографиями своих родственников, которые воевали на полях Великой Отечественной войны. У каждой фотографии своя история, своя трагедия. Впервые бессмертный полк прошел 9 мая 2012 года в Томске. Тогда в колонии пронесли около 2000 портретов ветеранов. Инициаторами всероссийского движения стали журналисты Томска медиагруппы, которых поддержали жители города. Главная цель бессмертного полка – сохранить в каждой семье личную память о военном поколении. Постепенно к движению начали присоединяться множество городов и даже сел России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. В рамках движения «Бессмертный полк» создали сайт мойполк.ру. На сайте движения «Летопись войны» пополняется историями о тех, кто ушел на фронт. И сейчас на сайте «Бессмертный полк» каждый гражданин может оставить имя и биографию своего солдата, а также по базе данных найти своих родственников. Сегодня сайт собрал сотни тысяч семейных историй из разных уголков России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Израиля и других стран. В январе 2014 года Министерство юстиции Российской Федерации официально зарегистрировало межрегиональное историко-патриотическое движение «Бессмертный полк». В то время на праздник 9 мая с фотографиями жертв военного времени на улицы городов вышли более полумиллиона человек. В 2015 году гражданскую инициативу «Бессмертный полк» включили в федеральную программу подготовки к 70-летию победы. В том же году у движения появился свой логотип – журавль, взлетающий в небо на фоне пятиконечной звезды. В этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоится, но рассказать о своих героях можно в социальных сетях или загрузить их фотографию на сайт «Бессмертного полка». Также почтить память павших можно с помощью акции «Свеча Победы», выйдя на центральные набережные вечером 9 мая с зажженными свечами. Хочу рассказать про своего прадеда Петра Ильича Гребенникова. Он воевал на Волховском фронте. В 2006 году был найден поисковой группой «Долина памяти». В той местности было найдено более 200 солдат и 14 солдатских медальонов. Среди них медальон моего прадеда. Сегодня я расскажу про своего прадеда Долбилин Иван Андреевич, 1910 года рождения. Он был призван на фронт, где был шофером-водителем. Он перевез 272 человека раненых в тыл и 155 тонн боеприпасов. Он получил медали за боевые заслуги. У меня воевал мой отец Ульянов Филипп Григорьевич. Он у нас призывался в начале апреля 1942 года, а потом воевал в разных фронтах. Был дважды ранен. Он воевал после излечивания на Курской дуге под Прохоровкой. «Пишла телеграмма «Забирайте своего отца». Там некуда было, мест нет уже. Он битель на его лечение надо. В 1943 году уже готов к следующему бою, как говорится. И его приняли в 1943 году под Ленинград, на блокаду. И, значит, как он отправился, ни письма, ни звука, ничего. Сейчас работает Центр поисковой работы Бессмертного полка, который помогает людям находить и устанавливать информацию о судьбах своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.